Вот еще один ясный текст, подтверждающий, что когда Бог проявляет силу и спасает Израиль от иго народов, Он доказывает этим свое существование, владычество и божественность. Иными словами, это кедуш-хашем. Даже когда Израиль не заслуживает спасения, Бог все равно спасает нас, чтобы очистить свое имя от хулы и осветить его. Поэтому Танах и говорит Ешаягу 48.9.11 «Ради моего имени я отвращу мой гнев, и ради моей хвалы я воздержусь для тебя и не буду истреблять тебя. Ибо как оно может хулиться? Мою славу я не отдам другому». Конец цитаты. В Елкут-Шимуни Таилим 107.866 говорится «О, благодарите Господа, ибо Он благ, ибо Его доброта пребудет вечно. Поэтому доскажут избавленные Господом, которых Он избавил из руки противника». Таилим 107.1.2 Это то же, что мы читаем в Ешаягу 48.11 «Ради себя самого, ради себя самого я сделаю это, ибо как оно может хулиться? Мою славу я не дам другому». Почему говорится «ради себя самого дважды»? Бог сказал «Когда вы были в Египте, Я избавил вас, чтобы Мое имя не хулилось среди народов». Сказано «Тогда вы узнаете, что Я Господь». Шмот 6.7 «Когда Я освобожу вас из Эдома, имеется в виду окончательное избавление. Я также сделаю это только ради Моего имени». Конец цитаты «Как сказано Таилим 106.8 «Он спас их ради Своего имени, чтобы сделать известной Свою могучую силу». Конец цитаты Раби Хуна Хакоэн сказал «Это как порицание, которое Моше вынес Израилю. Не за вашу праведность или правоту вашего сердца вы идете овладеть их землей». Дворин 9.5 «Бог сказал, я не действовал из добродетели заслуг Авраама, Ицхака или Якова, но ради Моего великого имени». Царь Давид сказал «Поскольку Он действовал ради Своего великого имени, мы должны восхвалять Бога. О, благодарите Господа». Конец цитаты «Аналогичным образом обратилась к Богу Эстер, когда в Шушане Аман решил истребить евреев». Ялкут Шимуни, Тейлим 22.685 «Ты не относился к ним таким образом в Египте, когда они возопили к тебе. Ты услышал их, как сказано» Шмот 3.7 «Я услышал их вопль. Здесь, однако, Аман намерен истребить нас. В Египте они возопили и получили ответ. Здесь мы постились и молились, но ты не ответил нам. Если нам не достает добрых дел, выступи ради твоей святости». Конец цитаты Мы читаем в Тейлим 68.35 «Отдайте силу Богу, Его величие во всем Израиле». Другими словами, поскольку величие Бога открывается в победах Израиля, давайте дадим Ему возможность помочь нам своей силой и мощью. Аналогичная мысль звучит и в Тейлим 22.29 «Ибо царство принадлежит Господу, Он правит народами». А также в Авадия 21. «Спасители взойдут на гору Сион, чтобы судить гору Эсава, и царство будет принадлежать Господу». Конец цитаты «Когда Бог начнет править народами, Его царство придется признать всем. А это, в свою очередь, произойдет лишь тогда, когда Израиль победит народы. Следовательно, качество мести служит исключительно освящению Божьего имени. О чем я и писал выше, давайте никогда не будем забывать об этом». В Ехескель 20.579 об этом говорится предельно ясно. «Скажи им, так говорит Господь Бог, «В день, когда я выбрал Израиль, протянув мою руку семени дома Якова, сделав себя известным им в земле Египта, говоря, «Я Господь, ваш Бог», я сказал им, «Пусть каждый отбросит мерзости своих глаз и не оскверняет себя идолами Египта. Я Господь, ваш Бог». Но они восстали против меня и не послушали меня, они не отбросили свои мерзости и не забыли об идолах Египта. Тогда я сказал, что я и залью мой гнев на них, чтобы выместить мою ярость на них посреди земли Египта. Но я действовал ради моего имени, чтобы я не хулился на виду у народов, среди которых они были, на виду у кого я сделал себя известным им, чтобы вывести их из Египта. Конец цитаты. Мы читаем также, там же стих 13-14. «Но дом Израиля восстал против меня в пустыне. Они не ходили моими уставами, и они отвергли мои постановления, поступая по которым человек будет жить ими. И мои субботы они сильно осквернили. Тогда я сказал, что я и залью мою ярость на них в пустыне, чтобы поглотить их. Но я действовал ради моего имени, чтобы оно не хулилось на виду у народов, на виду у которых я вывел их». Конец цитаты. Или там же, 21-22. «Но дети восстали против меня. Они не ходили моими уставами и не соблюдали мои постановления, поступая по которым человек будет жить ими. Они осквернили мои субботы. Я сказал, что я и залью мою ярость на них, чтобы выместить мой гнев на них в пустыне. Но и при этом я отнял мою руку и действовал ради моего имени, чтобы оно не хулилось на виду у народов, на виду у которых я вывел их». Конец цитаты. В последней цитате, в которой говорится о грехах Израиля в пустыне, после чего Бог решает не уничтожить их ради своего имени, здесь речь идет об истории с золотым тельцом и разведчиках. «Золотой телец был особенно тяжелым грехом, и часть наказания за него присоединяется к наказаниям за все другие грехи еврейского народа». Нет наказания, приходящего в мир, которое не содержит крохотную часть наказания за золотого тельца, как сказано в шмот 32-34. «В день моего посещения я вспомню об этом их грехе». Конец цитаты. «Бог очень сильно прогневался на народ, который еще каких-то сорок дней назад, увидев Творца на Синае и пообещав исполнить Тору, теперь променял свою славу на вид вола, который ест траву». Таилим 106.20 «Бог решил уничтожить этот грешный народ, как сказано в шмот 32-10. «Теперь не пытайтесь остановить меня, когда я и залью мою ярость против них, чтобы уничтожить их. Оставьте меня одного, и я уничтожу их, изгладив их имя из-под небес». Дворим 9.14 Но Маше, который бесконечно любил еврейский народ, сорок дней и сорок ночей, лежал навзничь и молил о снятии этого проклятия. «И ни один его довод не был услышан, кроме одного». Дворим 9.25-29 «Поскольку Господь сказал, что уничтожит вас, я пал перед ним и лежал, простершись сорок дней и сорок ночей, моя молитва к Господу была следующей. Господи Боже, не уничтожай твой народ и наследие, которое ты освободил своим величием и которое ты вывел из Египта могучей рукой. Вспомни своих служителей Авраама, Ицхака и Яакова. Не обращай внимания на упрямство этого народа, на их нечестие и грех. Не давай земле, из которой ты вывел их, сказать, «Господь вывел их, чтобы убить их в пустыне, потому что Он ненавидел их и был беспомощен привезти их в землю, которую обещал им». В конце концов, они твой народ и твое наследие. «Ты вывел их своей великой силой и своей простертой рукой». Конец цитаты. Беспомощен. Муше, верный пастух, пожертвовавший всем из любви к Израилю, в мольбе о прощении своего народа прибегает к последнему аргументу. «Что скажут народы, смеясь и злорадствуя? Они непременно проклянут и похулят Бога, насмешливо заявив, что Он беспомощен». Израиль был семенем Авраама, Ицхака и Яакова, избранных стать особым народом Бога и Его священным сокровищем. «Если этот народ погибнет, это будет значить, что Бог отказался от Своего завета из-за неспособности осуществить его. И только по этой причине Бог воздержался делать зло, которое Он решил сделать Своему народу». Шмот 32, дробь 14. «Беспомощен!» «Этот же Хилул Гошем, провозглашенный народами, спас евреев и в другом случае, в эпизоде с разведчиками. Дети Израиля плакали в ту ночь». Бемидбар 14, дробь 1. «Ночь пустых слез, которую они запомнят надолго. Они презрели желанную землю» Таилим 106, дробь 24. «Потому что не поверили Божьему слову» там же. Бог разгневался на них и сказал Моше Бемидбар 14, дробь 11, 12. «Сколько еще они не будут верить в Меня! Я убью их чумой и истреблю их!» Тогда Моше снова говорит «И что произойдет, когда египтяне услышат об этом? Ты вывел этот народ из их среды твоей великой силой! И что, если они расскажут людям, которые живут в этой земле? Они услышали, что ты, Господь, был с этим народом Израилем! Ты, Господь, открыл себя им лицом к лицу, и твое облако стоит перед ними! Ты идешь перед ними в столбе облачным днем и в столбе огненном ночью! И теперь ты хочешь убить весь этот народ как одного человека! Народы, которые услышат эту новость о тебе, скажут, что Господь был беспомощен привести этот народ в землю, о которой Он клялся им, так что Он убил их в пустыне!» Там же, стихи 13-16, конец цитаты. Мудрецы комментируют это так, Брахоут 32, Алиф. «Господь был беспомощен! Мибилти, Яхолет!» Почему женская форма Яхолет используется совместно с мужской Яхал? Раби Элазар объяснил, Моше сказал перед Богом, «Владыка Вселенной, теперь народы скажут, что Бог стал слаб, как женщина, и Он не может спасти их!» Раби Йоханан объяснил, «Откуда мы знаем, что Бог уступил Моше? Я предоставлю прощение, как вы попросили!» Бемидбар 14, дробь 20. Сразу же после этого Бог говорит, там же, стих 21, «И все же жив я!» Мудрецы объясняют, Брахоут 32, Алиф. «Жив я!» Рава сказал от имени Раби Ицхака, «Это учит, что Бог сказал Моше, «Ты воскресил меня твоими словами!»» Конец цитаты. Смысл ясен. Если бы Бог излил свой гнев и уничтожил еврейский народ, народы сказали бы, что Он слаб, как женщина, и уже не всемогущ. Вот в чем смысл Хилул Гошем. Бог как бы удаляется из мира, оставляя вместо Себя вакуум, как будто бы Он умер, упаси небо! Когда Моше попросил Бога простить Израиль и не уничтожать его, Бог был «спасен» от Хилул Гошем, иначе говоря, от «смерти» Моше как будто воскресил Бога. Вот насколько серьезен грех Хилул Гошем! Есть еще одно доказательство, что поражение Израиля от народов является национальным Хилул Гошем. После поражения в битве при Аи из-за греха Ахана произошло следующее «Яшуа беннун 7.6-9» «Яшуа разорвал свои одежды, пал на свое лицо перед ковчегом Господа и лежал до вечера». «Яшуа сказал, «Увы, Господи Боже, что я могу сказать после того, как Израиль отвернулся и побежал от своих врагов? Когда Хананеи и все жители этой земли услышат об этом, они окружат нас и истребят наше имя с земли. И что ты сделаешь ради своего великого имени?» Конец цитаты. Другими словами, если имя Израиля будет опорочено, то что ты сделаешь, Господи, ради твоего великого имени? В конце концов, твое имя наречено и на нас, и наш позор, твой позор. Мудрецы пишут, Иерусалимский Талмуд, Таанит 2.6, «Что ты сделаешь ради своего великого имени?» Рабан Шимон бен Лакиш сказал от имени раби Янная. «Бог сделал Израиль партнерами в своем имени». У одного царя был ключ к маленькому сундуку. Царь сказал, «Если я оставлю его так, как есть, он потеряется. Я сделаю цепочку, чтобы если он потерялся, цепочка помогла бы его найти». Точно так же Бог сказал, «Если я оставлю Израиль, как он есть, они будут поглощены народами. Поэтому я сделаю их партнерами в моем великом имени, и они выживут». Что вдохновило этот Медраж? Вопрос Яшуа Богу, что ты сделаешь ради своего великого имени, показывает, что Бог в партнерстве с нами. Повсюду в Танахе мы видим один и тот же принцип. Победа Израиля над народами представляет собой Кедуш-Хашем, а его поражение является ужасным воплощением Хилул-Хашем. Например, вот что мудрецы пишут об Иефае Гладитянине, судье времен Яшуа бен Нуна, Роша-Шана 25 бет. «Иефай в своем поколении был как Шмуэль в его поколении». Конец цитаты. Здесь также говорится о том, что национальный Кедуш-Хашем важнее жизни. Во времена Иефая на Израиль напали Аммонитяне. Судей 11.12.13 Иефай послал послов царю Аммона, говоря, «Что тебе нужно от меня, что ты пришел ко мне сражаться против моей земли?» Царь Аммона ответил послам Иефая, «Потому что Израиль отнял мою землю, когда пришел из Египта из Арнона даже до Иордана, поэтому теперь верни эти города мирно». На это Иефай ответил, что эти земли и так уже были отняты у Аммона Сихоном, Амморейским царем, и затем он добавляет Судей 11.23.24 «Итак, Господь Бог Израиля прогнал Аммореев от своего народа Израиля и должен ли ты овладеть ими? Не владеешь ли ты тем, что Хамос, твой Бог, дал тебе во владение? Итак, кого Господь наш Бог прогнал от нас, теми мы и завладеем». Конец цитаты. Здесь мы видим, как Кедуш и Хилул Гошем становятся частью Милхемет Митсва. Несмотря на то, что Аммонитский царь предлагал мир в обмен на территории, Иефай прекрасно понимал, поскольку речь идет о конфронтации между Богом Израиля и Аммонитским божеством Хамосом, любая уступка нееврею означала бы Хилул Гошем. А раз так, Иефай идет на войну, несмотря на грозящую опасность, мы еще вернемся к этой теме в более подходящем контексте. Аналогичная ситуация произошла с царем Давидом, когда он отправил Иоава и его армию против Аммона. 2 Шмуэля 10.9.11.12 Когда Иоав увидел, что перед ним и позади него разгорелся бой, с одной стороны были Аммонитяне, а с другой силы Арама, он сказал своему брату Авессе, «Будь храбр и давай будем сильными для нашего народа и для городов нашего Бога, и Господь сделает все, что хорошо в его глазах». Конец цитаты. Мы можем спросить, почему Иоав добавил «для городов нашего Бога» и почему он назвал их «городами нашего Бога». Вот что говорит Радак. «Чтобы наши враги не пересилили и не победили нас, покорив и захватив эти города. Если это случится, они будут уже не городами нашего Бога, а городами других богов». Конец цитаты. Какой точный комментарий! Каждое поражение Израиля – это Хилул Гошем, и потеря еврейских городов делает их уже не городами Бога, а городами других богов. В результате хулится Божье имя. Иоав как бы сказал, «Мы должны мужественно сражаться, несмотря на большую опасность и огромную армию противника. Главное то, что мы должны сражаться ради освящения Божьего имени. Что касается результата, то он в руках Бога, который сделает все, что посчитает нужным». Во времена Шауля, когда Израиль воевал с филистимлянами, и обе армии стояли по две стороны долины, из лагеря филистимлян вышел гигант Голиаф, первая Шмуэля, 17,4-11. Воин вышел из лагеря филистимлян, Голиаф из Гефы, чей рост составлял шесть локтей с пятью. У него был шлем из меди на голове и кольчуга. Вес кольчуги был пятьсот сиклей меди. У него были наголенники из меди на ногах и медное копье на плечах. Древко его копья было, как ткацкий навой, и наконечник копья весил шестьсот сиклей железа, и его оруженосец шел перед ним. Конец цитаты. Вот он встал и крикнул израильскому войску, «Зачем вы вышли, чтобы стать боевым порядком? Разве я не филистимлянин, а вы не слуги Шауля? Выберите человека, и пусть он сойдет ко мне. Если он сможет сразиться со мной и убить меня, тогда мы будем вашими слугами. Но если я одолею и убью его, тогда вы будете нашими слугами, чтобы служить нам». Он добавил, «Сегодня я поношу войска Израиля. Дайте мне человека, чтобы мы сразились». Когда Шауль и весь Израиль услышали эти слова, они очень испугались и смутились. В шестнадцатом стихе сказано, «Филистимлянин подходил утром и вечером и представал сорок дней». Когда пришел Давид, стих 26, он сказал людям, которые стояли перед ним, что будет сделано человеку, который убьет этого филистимлянина и очистит Израиль от поношения. «Кто этот необрезанный филистимлянин, поносящий войска живого Бога?» Конец цитаты. Очень важно понять, почему Голиаф сказал, «Я поношу войска Израиля», а Давид перефразировал, «Кто этот необрезанный филистимлянин, поносящий войска живого Бога?» Также необходимо понимать, почему Давид решил сразиться с Голиафом, несмотря на то, что он был, по словам Шауля, стих 33, «всего лишь юношей, тогда как Голиаф был воином с юности». Как Давиду могла прийти в голову мысль «так рисковать жизнью»?» Мудрецы объясняют, что поведение Голиафа сводилось к открытому богохульству, к проклятию имени Бога. Они говорят, сута 42 бет, «Голиаф стал дерзко перед Богом, как сказано, 1 Шмуэля 17,9, «Выберите человека, и пусть он сойдет ко мне!» И слово «человек» указывает на Бога, Шмот 15,3, «Господь человек войны!» Конец цитаты. Мудрецы также говорят, там же, «Филистимлянин подходил утром и вечером» 1 Шмуэля 17,16, «Раби Йоханан сказал, чтобы помешать им произносить Шма утром и вечером». Другими словами, Голиаф всеми силами пытался совершить богохульство, оскорбить Божье имя и поставить под сомнение его исключительность. Утром и вечером он поносил Израиль, тогда как евреи в этот момент повторяли Шма, венчая Бога царем Израиля. Мудрецы также добавляют, там же, «Он представал сорок дней». Раби Йоханан сказал, «Имеется в виду сорок дней откровения». Смысл сказанного предельно ясен. Понятно, что Давидом двигало ясное понимание ключевого принципа. «Унижение Израиля означает хилул Гошем». Он понимал, что когда филистимлянин хвастался, что он поносит войска Израиля, на самом деле он поносил войска живого Бога. И когда царь Шауль возразил, что Давид не сможет одолеть филистимлянина и что угроза для жизни оправдывает уклонение от конфликта с неевреем, Давид ответил, там же, стих 36, «Твой слуга поразил льва и медведя, и этот необрезанный филистимлянин станет как один из них, поскольку он поносил войска живого Бога». Конец цитаты. Речь зашла о хилул Гошем, и удаление хилул Гошем имеет приоритет над жизнью. Вот о чем мы читаем в Медраж Шохартов 36. Давид не мог посмотреть на филистимлянина Голиафа, на врага, вооруженного всеми видами оружия, и спросить, кто может одолеть его. Как только он увидел, что он хулит Бога, он сказал, «Теперь я одолею его, поскольку он не боится Бога». Конец цитаты. Кедуш Гошем, совершенный Давидом, сладкоголосым певцом Израиля, должен осветить наш путь и помочь удалить всякую ложь в нашей среде. Вот что он сказал, 1 Шмуэля 17, дробь 45-47. «Тогда Давид сказал филистимлянину, «Ты вышел ко мне с мечом, копьем и дротиком, а я выхожу к тебе во имя Господа воинств, Бога войск Израиля, которых ты поносил. Сегодня Господь предаст тебя в мою руку, и я прожу тебя и сниму твою голову. Я отдам трупы филистимских войск птицам небесным и диким зверям земли. Тогда вся земля узнает, что есть Бог в Израиле, и все это сборище узнает, что Господь спасает не мечем и копьем, ибо битва принадлежит Господу, и Он отдаст тебя в мою руку». Конец цитаты. Наши мудрецы всеми силами старались донести до нас исключительную важность принципа «Кедуш Гошем», а также осознание того, что унижение и порабощение Израиля это хилул Гошем. Они хотели, чтобы мы знали, что Бог защищает Израиль и не губит его, даже если Он того заслуживает исключительно ради своего имени. Вот как наши мудрецы комментируют стих Шмот 17, дробь 16. «Их рука на престоле Господа». «Господь будет воевать с Амалеком из поколения в поколение». Конец цитаты. Комментарий. Писик Тарабати Захор 12. «Это говорит не Юткей Вавкей, полное имя Бога, а Юткей. Раби Леви сказал от имени Раби Хамы из школы Ханины. Так сказать, пока Амалек в мире, ни Божье имя не полно, ни его трон. Здесь трон – это Кес, Хавсамых, а не Кесе, Хавсамых Алев. «Когда Амалек будет истреблён, Божье имя и престол станут полны». Конец цитаты. «Наши мудрецы говорят, Елкут Шимани, Таилим 47, дробь 754, «Пока зло управляет миром, Бог, так сказать, не сидит на своём престоле». Конец цитаты. Другими словами, триумф греха и особенно поражение Израиля от рук нечестивых – это противоположность величию и владычеству Бога. Это Хилул Ашем в глазах народов Бог Израиля предстаёт слабым и беспомощным в кавычках. Имея это в виду, мы понимаем шокирующие слова наших мудрецов о том, что спасение Израиля это спасение Бога, поскольку Он с нами в нашей беде. Таилим 91, дробь 15. Другими словами, Бог тоже в беде, Он порабощён и осмеян. Я уже цитировал Таанит 16, Алиф, Елкут Шимони 91, 843. «Я с ними в беде! Печные угли будут положены на подиум Кантера относительно фразы «Я с ними в беде!» Цитата. Раби Юдин сказал, «Это как беременная женщина, которая поссорилась со своей матерью, и мать ушла наверх. Во время родов она кричит внизу, и её мать слышала её голос и тоже начала кричать. Её соседи спросили, «Зачем ты это делаешь? Разве ты тоже с ними в трудах?» Мать ответила, «Моя дочь рожает в муках, хотя она рассердила меня. Я не могу слышать её крики. На самом деле я кричу вместе с ней». Бог сказал то же самое, «Мой дом разрушен, и мои дети в цепях. Разве я не должен скорбеть?» Так сказано Ешеягу 52.5. «Итак, теперь, что я здесь делаю?» говорит Господь, видя, как мой народ уводят за ничто. Конец цитаты. Подобным образом мы читаем, почему Бог открылся муше из колючего кустарника, а не из какого-то другого растения. Бог сказал, «Мой народ в рабстве, должен ли я открыться из какого-то другого растения? Я открываюсь им только из куста полного колючек». Конец цитаты. Цитата. «Долгой жизнью я насыщу его и дам ему увидеть моё спасение». Таилим 91.16. «Раби Аваху сказал, это один из сложных стихов, потому что спасение Израиля это спасение Бога». Конец цитаты. В Мишнает, Сука, 4.5 мы читаем следующее. «Каждый день они окружали алтарь и говорили, «Умоляем Тебя, о Господи, спаси нас! Мы умоляем Тебя, о Господи, дай нам процветание!» Раби Иуда говорит, что они сказали, «Они вехо, спаси нас!» Конец цитаты. Раша комментирует, «Числовое значение «они вехо» равно «Ана Ашем!» «Умоляем Тебя, о Господи!» Более того, «они вехо» числятся среди 72 имён Бога. Конец цитаты. В Тософот сказано, «Нам по-прежнему необходима причина, почему эти два имени Бога нужно было читать чаще, чем другие». Это из-за объяснения в «Эхо Рабати» о стихе Иехескель 1.1 «Я, вы, они, был в изгнании» и «Ирмиягу 40.1» «Он, вы, гу, был в цепях». Эти стихи как бы относятся к самому Богу. Так, когда мы говорим, «Гошана, спаси нас!» мы умоляем Бога спасти самого себя. Конец цитаты. Да, вот почему мудрецы установили правило, что в Суккот мы окружаем Биму и произносим, «Спаси нас ради себя, наш Бог, и ты спас нас своими словами, я выведу вас!» Шмот 6.6 что читается как «Я буду выведен с вами». Конец цитаты. Мудрецы говорят и такие слова. Гетин 56.1 Он скажет, «Где их Бог, сила, на которую они уповали?» Дворим 32.37 «Это злой тит, который проклял и хулил Бога. Взяв проститутку в свои руки, он вошел в святое святых, развернул свиток Торы и совершил на нем грех. Затем он взял меч и разрезал «Порохет» занавес, отделяющий святое святых. И чудом пошла кровь. Тит решил, что он убил Бога. Так сказано, «Рычали твои притеснители внутри святилища, посчитали свои приметы знамениями». Таилим 74.4 Абаханан говорит, «Кто так могуществен, как ты, о Господи?» Таилим 89.9 «Кто, как ты, могучий и сильный, ты слышишь богохульство грешника, но хранишь молчание?» Конец цитаты. В школе раби Ишмаэля говорилось, «Кто, как ты, среди сильных, элим, о Господи?» Шмот 15.11 «Кто, как ты, среди молчаливых или мим?» Конец цитаты. В Писик Тарабати в Атоме Эрцион 31 мы читаем, «Если я забуду тебя, о Иерусалим!» Таилим 137.5 Комментарий «Когда Израиль был изгнан, божественное присутствие было изгнано вместе с ним. Ангелы-служители сказали Богу, «Владыка Вселенной, со всем уважением, не относись к своему присутствию с презрением». Бог ответил, «Разве я не связан условием?» «Я оговорил с их предками, что пока они поступают правильно, я с ними, в противном случае моя слава будет с ними». Конец цитаты. «Как сказано, я с ними в их беде». Таилим 91.15 Конец цитаты. «Раби Аваху сказал от имени раби Шимона бен Лакиша, «Когда Бог увидел Израиль со связанными сзади руками, он отвел свою правую руку». Плачь, «Ремиягу» 2.3 «Ибо пока Израиль продают как что-то незначительное, Божья правая рука продается с ними». Конец цитаты. «Царь Давид сказал перед Богом, «Владыка Вселенной, разве ты не считаешь крайне важным ускорить избавление? Ради нас это не важно, но действуй ради твоей десницы. Сколько еще твоя десница будет оставаться незначительной? Чтобы возлюбленные твои были освобождены, спаси спаси своей десницей и ответь мне». Таилим 60.7 Таким образом, когда Сион сказал, «Бог отвернулся от меня и забыл меня» Ишиягу 49.14. «Бог ответил, «Мог ли я забыть тебя? Моя десница продана ради тебя. Если я забуду тебя, я забуду свою собственную правую руку. Если я забуду тебя, о, Иерусалим, пусть моя правая рука будет забыта». Таилим 137.5. Позже в этом же источнике говорится, «Когда Бог открыл наконец Даниилу, что было его последними словами? «Иди своим путем, пока не придет конец. Ты найдешь отдых и примешь свою судьбу в конце дней». Даниил 21.13. «Что имеется в виду под концом дней? Кец Гайамин. Когда проснется Божья десница, Кеца Шел Гайамин». Конец цитаты. «Израиль сказал Богу, «Когда ты избавишь нас от рабства и спасешь свою десницу, мы будем обязаны петь песни хвалы за чудеса, которые ты совершаешь для нас и спасения, которые ты совершаешь ради своей десницы». Цитата. Псалом. «Пойте Господу новую песню, ибо чудеса сотворил Он, даровав спасение своей десницей и своей святой мышцей, Таилим 98, дробь 1. Это согласуется со словами «Если я забуду тебя, о Иерусалим, пусть моя правая рука будет забыта». Таилим 137, дробь 5. В Брахот 3 алиф мы читаем «Пророк Илья, да благословится его память, сказал Раби Йоси, когда Израиль войдет в синагоги и залы учения и преклонит свою голову и скажет «Счастлив царь, которого восхваляют в этом доме таким образом, горе отцу, кто изгнал своих детей». Конец цитаты. Махарша обращает внимание, что этот фрагмент начинается словом «Царь» и заканчивается словом «Отец». Цитата «Когда храм стоит, Бога называют царь, но когда Израиль изгнан, Он вместо этого назван Отец, тогда Бог больше не царь, так сказать, ибо Его престол несовершенен». Конец цитаты. «Насколько же верны слова Махарша?» Вот еще одно подтверждение галахического принципа, согласно которому упадок Израиля это «Хилул Гошем», а «Изгнание унижает Бога и оскверняет Его имя богохульными устами неевреев». В этом смысле Бог уже не царь, «Но Отец нет более страшного Хилул Гошем». Об этом же говорит раби Ишмаэль бен Илиша в Брахот 7 Алиф. «Однажды я вошел в Святое святых, чтобы принести курение, и там увидел Акатриэля Юткей, Господа воинств, сидящего на высоком и превознесенном престоле, он сказал мне, «Ишмаэль, сын мой, благослови меня!» И я сказал ему, «Да будет тебе угодно, чтобы твоя милость превзошла твой гнев, и ты стал относиться к твоим детям с милосердием, выходящим за букву закона». И он кивнул мне головой. Конец цитаты. Это сложно понять, во-первых, раби Ишмаэль бен Илиша был последним первосвященником перед разрушением второго храма. Он был одним из десяти мучеников, которых убил злодей Адриан примерно через шестьдесят пять лет после гибели храма. Святой раби Ишмаэль, будучи вдохновлен Богом, прекрасно понимал, что Бог намерен излить свой гнев на свой народ, землю и храм. Когда Бог попросил благословения, раби Ишмаэль сразу же понял, что он имел в виду. Пока еврейские народы храм пребывают в своей земле, имя Бога освящено, потому что Он Царь. Раби Ишмаэль вошел в святое святых и увидел Бога, сидящего на высоком и превознесенном престоле, обличенном властью и могуществом. Слово Акатриэль означает, что Бог является царем, а Юткей – это символ Его силы и могущества. Так выразился царь Давид в Таилим 68, дробь 5. «Пойте Господу, пойте хвалу Его имени, превозносите того, кто восседает на небесах Аравот, чье имя Юткей». Итак, Юткей – это тот, кто восседает на Аравот в седьмом небе Хагига 12 бет. Похожие слова находятся в другом месте. Таилим 89, дробь 9. «О Господь, Бог воинств, кто подобен Тебе силой? О Юткей!» Снова мы видим, что сила и могущество связываются с Юткей. «Бог воинств» также обозначают силу и могущество. Раби Ишмаэль знал, что Бог собирается уничтожить свой храм и изгнать свой народ, что приведет к ужасному Хилул Гошем. Саркастический вопрос народов, где их Бог, лишит Бога его владычества, и он как бы отправится в изгнание вместе с Израилем. Раби Ишмаэль понимал, что в эту важную минуту Бог искал способа избавить своих детей и храм от изгнания и таким образом предотвратить осквернение своего имени. Вот почему Раби Ишмаэль знал, как благословить Бога, несмотря на то, что с точки зрения формального правосудия Божьи дети заслужили изгнание и разрушение храма, Бог должен был выйти за пределы буквы закона, проявить милосердие и пощадить обреченных на изгнание. Тогда Бог остался бы царем и Хилул Гошем был бы удален. Бог кивнул головой, как бы одобрив благословение и сказав «Амэн!» Раши. Мысль о том, что Богу нужна помощь, чтобы не осквернять свое имя, звучит и в Шаббат 89 Алиф. Когда Моше поднялся ввысь, Бог сказал ему «Разве там, где ты живешь, нет приветствий?» То есть «Почему ты не поприветствовал меня?» Моше ответил «Приветствуют ли слуги своих хозяев?» Тогда Бог сказал «Ты должен был помочь мне». И Моше немедленно попросил «Теперь я молю, да будет велика сила Господа». Конец цитаты. Действуя строго по букве закона, Бог решил уничтожить Израиль, но при этом попросил Моше дать ему повод пощадить его и отвести Хулу от своего имени. Однако Моше так испугался, что не мог говорить. Тогда Бог сам начал за него, подсказав, что хотя Моше лишь слуга, он должен начать разговор, чтобы помочь Богу. Моше понял намек и немедленно процитировал стих, в котором «Кедуш Гошем связывается с Божьей силой», тогда как «Хилул Гошем связан с Божьей слабостью» в кавычках. Этот же стих Моше использовал в эпизоде с разведчиками. Его смысл сводится к следующему. «Да будет велика Божья сила, и да не даст Он осквернить ее, допустив гибель Израиля». Я думаю, что именно это имел в виду Ишаяху 59.16, когда писал об избавлении Бога. Он увидел, что не было человека, он был поражен, что не было заступника, следовательно, его собственная рука принесла ему спасение. Конец цитаты. Другими словами, Израиль может ускорить избавление, совершая дела кедуши Ашем, поскольку он этого не делает, сказано, не было человека. Следовательно, избавление придет только в свое время. Ишаяху 60.20, когда Бог избавит их собственноручно и через страдания эры Машиаха. Об этом мы поговорим чуть позже. Кстати, эту же тему раскрывает Ираши в своем комментарии на Бемидбар 6.26. «Да поднимет Господь свое лицо на тебя и даст тебе мир», что у него понимается, как подавит свой гнев. Понять это непросто. Если человек кого-то обидел и был наказан, кто должен опустить лицо от стыда, если не он? Именно виновная сторона должна в стыде опустить лицо. Но когда Куэн благословляет народ и говорит «Да поднимет Господь свое лицо на тебя», прося Бога подавить свой гнев, по словам Раши, то как Бог может поднять свое лицо? Это Бог пришел в гнев, а Израиль прогневил его и опустил лицо от стыда. По логике именно виновная сторона, Израиль должна просить Бога о прощении и, получив его, поднять свое лицо. Между тем, Тора подразумевает идею о том, что Бог с нами в бедах. Таилим 91 дробь 15 Вместе с нами отправляется в изгнание и божественное присутствие и унижение Израиля. Это Хилул Хашем. Коэн просит о том, что даже если Израиль окажется недостой избавления, Бог избавит его ради своего имени. Получается, что если Израиль в чем-то виноват, то виноват в кавычках и Бог, и лицо Бога также опущено в стыде по причине Хилул Хашем. А раз так, то Бог должен сначала поднять свое лицо и «спасти себя» в кавычках, и только затем Он сможет спасти Израиль, чтобы и они смогли поднять свои лица. В контексте приведенных мыслей несложно увидеть определение «кедуш Гошем» и «хилул Гошем» с точки зрения истинной еврейской Торы. Теперь мы видим, насколько важнее долг Израиля любыми средствами изгладить национальный «хилул Гошем». Этот принцип ведет к нескольким философски обоснованным галахот, полученным на Синае. Каждый еврей должен начертать их на своем сердце. Первое. Каждый еврей обязан удалять и искоренять «хилул Гошем» даже при угрозе для жизни, поскольку ценность жизни уступает ценности кедуш Гошем. Я уже цитировал Бемидбар 31 дробь 1 2. Господь сказал Моше «Соверши месть Израиля мадианитянам, после этого ты отойдешь к своему народу». И сказал Моше народу «Вооружите людей среди вас на войну, чтобы они пошли против мадианам совершить месть Господа мадианаму». Конец цитаты. Можно спросить, почему Бог сказал «месть Израиля», а Муше сказал «месть Господа». Раши объясняет это тем, что когда враги Израиля нападают на Израиль, это то же самое, что напасть на Бога. Об этом же говорит Сифри Матод 157. Моше сказал им «Вы мстите не за смертных людей, но за того, чье слово привело вселенную к бытию, как сказано «Господь ревнивый и мстительный Бог» Наум 1.2. Когда Израиль попирают и оскорбляют, попирается и оскорбляется Божье имя. Следовательно, месть за Израиль – это месть за Бога. Мудрецы постановили, что мы обязаны искоренять Хилул Хашем с земли. Сифри смотри там же. Цитата «После этого ты отойдешь к своему народу. Здесь мы узнаем, что смерть Моше была отложена до войны с Мадиамом. Но даже при этом Моше вышел и принял ее с радостью, как сказано. Моше сказал народу «Вооружите людей! Эхалцу!» А Эхалцу может означать только «Поторопитесь!» Конец цитаты. В другом месте мудрецы учат Бамидбар-Раба 22.2 Если бы Моше хотел прожить еще несколько лет, он мог бы это сделать, поскольку Бог сказал ему «Соверши месть Израиля! После этого ты отойдешь к своему народу!» Его смерть зависела от Мадиама, однако здесь воздается хвала Моше. Он сказал «Должна ли месть Израиля быть отложена, чтобы я жил?» Конец цитаты. Слова мудрецов могут показаться странными. Почему Моше достоин похвалы за то, что специально сократил свою жизнь? Нынешнее осиротевшее поколение привыкло думать, что галахические законы ставят жизнь выше заповедей и войн. Как Мох Моше отказаться от собственной жизни, чтобы отправиться на войну с Мадиамом? Если человек получает возможность прожить еще несколько дней, недель или лет, то какой смысл отказываться от них? Разве нам не заповедано «Ты будешь жить ими» Ваикра 8 дробь 5 «А не умрешь ими» Йома 85 Бет Ответ в том, что если человек имеет возможность отменить Хилул Гошем, как в случае с Милхемет Митсва против Мадианитян, которые советовали Муаву похулить Божье имя в Ситтиме, в этом случае медлить нельзя ни по какой причине, будь то поиск подходящего момента или спасения чьей-либо жизни. Даже если ясно, что придется расстаться с жизнью, Кедуш Гошем требует немедленных действий. Понятие Милхемет Митсва основано на Кедуш Гошем, который в свою очередь понимается как обязанность Израиля искоренять Хилул Гошем, из мира. Милхемет Митсва — это война одновременно и Израиля и Бога. Вот почему Моше с готовностью предпочел освящение имени Бога продлению собственной жизни. Он исполнил Милхемет Митсва, понятие относительно которого угроза для жизни даже не обсуждается. Поэтому Бог и назвал эту войну местью Израиля, а Муше местью Бога. Это одно и то же. В Сифри Матод 157 сказано «Здесь становится известно, как достойны хвалы праведные. Они не покидают этот мир, пока не осуществят месть Израиля, которая есть месть того, чье слово привело мир к бытию». Конец цитаты. Они поступают так даже ценой собственной жизни. Второе. Запрещено откладывать борьбу с Хилул Хашем посредством Кедуш Хашем даже на незначительный период времени. Комментарий. Человек должен не просто освящать Божье имя и искоренять Хилул Хашем, но он еще и не имеет права медлить, оправдывая с аргументами о подходящем моменте. Как мы уже увидели, Моше сказал «Вооружите людей» и «Халцу», что означает «Поторопитесь», как «Водворим» 3.18 «Идите вперед, халуцим таавру!» Мудрецы учат Сота 13 Алиф «Когда сыны Яакова пришли к гробнице патриархов, чтобы похоронить Яакова, Эсав вышел и задержал их, обращаясь к Берешит 35 дробь 27, где Хеврон назван Кирьят Арба. Раби Ицхак сказал «Он был назван Кирьят Арба, потому что четыре пары были похоронены в нем Адам и Ева, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, Яаков и Лея». Исав возразил «Яаков похоронил Лею на своем собственном участке, а оставшаяся часть моя». Сыновья возразили тем, что Исав продал его Яакову. Но Исав ответил, что хотя он продал первородство, то есть право на двойную часть, он не продавал право на собственно одну часть. Колено Израиля возразили, что он действительно продал это право, потому что Яаков говорил, Берешит 50 дробь о могиле, которую он купил, корите себе. И Раби Йоханан сказал от имени Раби Шимона Бен Ехо Цадака, Кира всегда означает покупку, поскольку в островных городах покупка обозначается словом Кира. Эсав сказал им, принесите мне запись о продаже, и они ответили, запись в Египте, кто должен пойти за ней, пусть пойдет Нафтали, ибо он быстр как олень, Берешит 49 дробь 21. Нафтали, олень, бегающий на воле, он приносит прекрасные слова. Конец цитаты. Сын Дана Хушим, который был тяжел на слух, спросил, почему возникла заминка, и они ответили, что погребение отложено, пока Нафтали не вернется из Египта. Тогда он сказал, должен ли мой отец лежать в позоре, пока Нафтали не вернется? Он взял посох и ударил Эсава по голове. Глаза Эсава выпали к ногам Якова, и Яков открыл глаза и улыбнулся, как сказано Таилим 58, 11, «Праведный возрадуется видя мщение, он омоет свои ноги в крови нечестивых». Конец цитаты. Загадочное место! Нафтали очень скоро вернулся бы из Египта. Что мешало Хушиму просто подождать? Почему он убил человека, когда совсем скоро можно было бы разрешить проблему миром? Здесь наши мудрецы преподают второй ключевой принцип, относящийся к Кедуш и Хилул Гошем. Эсав собирался оскорбить честь нашего праотца Яакова, А с Ним и всего Израиля, которая является честью Бога. Подобное не терпит промедления ни на секунду. Кто дерзнет отказаться вступиться за честь Бога? Никогда нельзя откладывать исполнение Кедуш Гошем. В этой ситуации нет понятия подходящее время. Мы обязаны искоренить Хилул Гошем, немедленно удалить его из мира. Чем быстрее мы выполним Кедуш Гошем, тем лучше. Быстрота выполнения заповеди это не просто дополнительный плюс к заповеди, а сама ее сущность. Если еврейский народ может осветить Божье имя, но не делает этого, он совершает непростительный грех. Сколько евреев погибло за нежелание уничтожить идол Михи. Я уже цитировал Санедрин 103 Бет. За идол Михи мужчины, которые протестовали против наложницы в Гиве, были наказаны. Бог сказал, вы протестовали не за мою честь, а за смертного человека. Конец цитаты. Раша комментирует, «Поскольку Израиль не протестовал против идола Михи, те люди, которые протестовали против зверств, относящихся к наложнице в Гиве, были наказаны, они пали пред коленом Вениамина, и 40 тысяч было убито». Конец цитаты. Долг устранения Хилл-Гошем превосходит по своей важности все остальные обязанности и отстрочка в нем невозможна. Бог сильно гневается, когда видит, что еврейский народ терпит Хилл-Гошем в своей среде, когда имеет все средства устранить его. Нам придется дорого заплатить за безразличие к богохульству, о чем я буду говорить ниже. Отсюда вытекает еще один галактический принцип о Кедуш-Гошем, который еврейский народ, к сожалению, позабыл. Третье. Имя Бога не может быть освящено путем уступок или компромисса. Суть Кедуш-Гошем — полное доверие Богу без малейшего страха перед смертным человеком. Бог может быть увенчан верховным царем, только если не еврей полностью ему подчинится, и если еврей при этом готов к уступкам, он лишает Бога его владычества, а если при этом он идет на уступки из страха, то его грех всемиро хуже. После девяти казней, которые поставили нечестивого фараона и его страну на грань исчезновения, он наконец-то сказал Моше шмот 10 дробь 24 — иди, служи Господу, только оставь свои стада мелкого и крупного скота, пусть твои дети тоже идут с тобой. Разве не было причины для радости? Разве Моше не должен был согласиться? Израиль был в рабстве на чужбине 210 лет. И вот деспот капитулировал и открыл ворота тюрьмы. Когда на горизонте забрежил свет свободы, стоило ли Моше упрямиться из-за пустякового требования оставить скот? Разве мир и свобода не важнее скота? Если свобода стоит такой небольшой уступки, то почему бы ее не заплатить? Однако Моше ответил, ты сам должен дать нам жертвы и всесожжения, чтобы мы могли принести жертву Господу, нашему Богу. Наш скот также пойдет с нами, не останется ни одного животного. Там же 25 дробь 26. Бог решил освободить Израиль из Египта далеко не только потому, что решил избавить их от рабства. Бог хотел показать фараону, его царству и всему миру, всем, кто высокомерно заявляет, «Я не знаю Господа», шмот 5, дробь 2, что в Израиле действительно есть Бог, что Он правит над всеми и что жизнь всех в Его руке. Смысл исхода именно в превознесении имени Бога. Кедуш Гошем Тора учит, что когда речь идет о Кедуш Гошем, не может быть никаких уступок и компромиссов. Кто сегодня имеет достаточно мудрости, чтобы понять это? Следующий галактический принцип, относящийся к Кедуш и Хилул Гошем 4. Кедуш Гошем нужно выполнять с триумфом и без тени стыда. Кедуш Гошем на национальном уровне не может выполняться в тайне. Сама суть идеи освящения имени Бога подразумевает, что это необходимо делать на виду у народов. Если это делается в тайне или из страха, то Кедуш Гошем превращается в Хилул Гошем и тогда лучше не делать его вовсе. Когда Муше отверг компромисс с фараоном, Египет поразила страшная десятая казнь убийство первенцев. Цитата в Египте поднялся великий плач, ибо не было ни одного дома, где бы не было мертвых. Шмот 12.30 Фараон в панике посреди ночи вызвал Муше и сказал ему, «Вставай и уходи от моего народа, ты и дети Израиля, берите стада и мелкого и крупного скота, как ты сказал, там же 31.32». Фараон потребовал, чтобы Муше ушел тотчас же посреди ночи. Только сейчас враг окончательно сдался. Победа была безусловной. Мужчины, женщины, дети, овцы, скот все получили разрешение покинуть Египет. Опять же, может показаться, что Муше должен был согласиться и сразу же повести мириады израильтян к свободе. Однако мышление Бога отличается от нашего. Бог сказал Муше, «Выведешь ли ты моих детей ночью? Нет, выведи их открыто в полдень». Шмот Раба 18.10. Муше сказал фараону, «Разве мы воры, что должны уходить ночью? Мы уйдем с триумфом, чтобы видел весь Египет». Танхума Бо 7. Об этом же мы читаем и в Михилта Бо Месехта де Писха 13. Муше сказал, «Нас предупредили, что мы должны выходить открыто. Никто из вас не должен выходить за двери своего дома до утра». Шмот 12.22. Конец цитаты. Этот принцип настолько важен, что Раби Акива определил Псахиим 120. Бет, что Корбан Песах, приношение за день до Песаха, символ избавления, можно есть до утра, когда Израиль ел его с поспешностью. Шмот 12.11. Мы должны напоминать себе, что истинное избавление произошло в открытую, и это не должно нас удивлять, потому что «Кедуш Хашем требует открытости», в кавычках, не должно быть никакой робости или страха. Компромисс и секретность — это прямая противоположность «Кедуш Хашем», ведь он должен демонстрировать миру, цитата, «что нет ни мудрости, ни совета, ни понимания против Господа». Мишлей 21.30. «Кедуш Хашем открыто и решительно провозглашает перед лицом Божьих врагов «Примите решение, но оно будет отменено, скажете слово, и оно не устоит, ибо с нами Бог». Ишаяху 8.10. Именно поэтому израильтяне получили приказ Шмот 12.22. «Никто из вас не должен выходить за двери своего дома до утра». Избавление пришло только на следующий день в полдень. В тот самый день Господь вывел детей Израиля из земли Египта по их войскам». Шмот 12.51. Наши мудрецы пишут Сифри Азину 337. Поскольку египтяне говорили «Если мы их увидим, мы не дадим им уйти». Бог сказал «Я выведу их в полдень и пусть всякий, кто может возразить, сделает это». Конец цитаты. В Писании также говорится «В день после приношения Песах израильтяне вышли с триумфом на виду у всех египтян». Бемидбар 33.3.3 Перевод Онкелоса «Если кто-то из-за своих злых позывов думает, что достаточно изучать Тору и выполнять заповеди и можно не обращать внимания на Хилул Гошем, царящий в земле Бога Израиля, то знайте, что это не так. Ни одно поколение не превзошло царя Хискиягу в рвении к Торе Санедрин 94.3.3 Цитата «Хискиягу воткнул меч в дверь зала учения и сказал «Кто не изучает Тору будет пронзен этим мечом». Они искали от Дана до Бейршевы и не нашли ни одного невежды, от Гевата до Антипары и не нашли ни одного мужчины, женщины или ребенка, не сведущего в законах чистоты». Конец цитаты. В Ишаягу 7.25 мы находим такие слова «Все холмы, вскопанные мотыгой, не будут бояться шипов и колючек». Конец цитаты. Раша комментирует их следующим образом. «Они будут ухаживать за ними, сея посевы для пропитания, ибо невозможно прожить без посевов. Виноградники, однако, будут оставлены заброшенными. Это поколение Хискиягу вернется ко мне, чтобы изучать Тору и не пить вино. Мы находим это же в Санедрине 94 бет. «Они искали от Дана до Бейршевы и не нашли ни одного человека, не сведущего в законах чистоты и кошерной пищи». Конец цитаты. Скорее всего, не было более святого и славного поколения, поскольку Бог решил назначить Хискиягу Машиахам, Асеннахерима, Гогам и Магогам. Этим планам не удалось осуществиться только из-за того, что произошел Хилул Гошем. Вот что пишет Раши по поводу стиха Ишаяху 9.6. «Наши мудрецы сказали» Санедрин 94. «Бог пожелал сделать Хискиягу Мессией, а Сыннахерима Гогам и Магогам». Конец цитаты. Ангелы-служители сказали перед Богом, «Может ли тот, кто удалил золото из дверей храма и отправил его царю Ассирии стать Машиахом?» Буква «Мем» в слове «Марбе» Ишаяху 9.6. была сразу же представлена как последняя мем, символизирующая невозможность Хискиягу стать Машиахом. Об этом удалении золота говорится во второй книге царей 18.6-16. В 14-й год царя Хискиягу Сыннахерим царь Ассирии напал на все укрепленные города Иуды и захватил их. Хискиягу царь Иуды отправил царю Ассирии Влахис говоря «Я согрешил, отпусти, все, что ты попросишь у меня, я сделаю». Царь Ассирии наложил на Хискиягу штраф в 300 талантов серебра и 30 талантов золота. Хискиягу отдал ему все золото в доме Господа и в сокровищницах царского дома. Он отрезал золото от двери храма Господа и от дверных косяков, которые оно покрывало и отдал это царю Ассирии. Многие особенно в наше время скажут «Хискиягу отдал золото храма, чтобы предотвратить войну, чтобы Израиль смог и дальше изучать Тору». Ведь ясно, что война с Ассирией была бы самой кровопролитной за всю историю, число жертв было бы огромным. Видимо, Хискиягу считал, что спасение жизни важнее храмовых дверей. Но вот что говорят наши мудрецы. Псахим 56 Алиф. Царь Хискиягу сделал шесть вещей, с тремя из которых мудрецы согласны, а с тремя нет. Он снял золото с дверей храма и отправил его царю Ассирии, перекрыл верхний поток реки Гихон и добавил месяц к году, когда уже был Ниссан. С этими тремя они не согласны. Конец цитаты. Мудрецы не одобрили тот взгляд, что спасение жизни важнее храмового золота. Нет, это потому, что царь Хискиягу совершил ничто иное, как Хилул Гошем. Как мы увидим, никакая опасность для жизни не освобождает нас от долга Кедуш Гошем. В данном случае Хискиягу отправил золото храма в Ассирию из страха перед смертным человеком, а Хилул Гошем настолько велик, что Хискиягу упустил шанс стать Машиахом, хотя в целом он и его поколение заслуживают похвалы. Хилул Гошем настолько велик, что его не перевесило целое поколение, полностью состоящее из мудрецов Торы. Мне кажется, именно об этом говорят наши мудрецы в Сан-Эдрин 94 Алиф, когда комментируют стих Ешиягу 9.6, чтобы правительство расширилось ла-мар-бе и миру не было конца. Обратите внимание на мем Софит в середине слова ла-мар-бе. Цитата Бог пожелал сделать Хискиягу Мессией и сын Нахерима Гогом и Магогом. Строгая правосудие сказала перед Богом «Владыка Вселенной, царь Давид спел столько песен хвалы перед тобой, но ты не сделал его Машиахом. Сделаешь ли ты Машиахом Хискиягу, для которого ты сотворил столько чудес, но он не спел, столько песен». Вот почему мем была изменена на мем Софит. Конец цитаты. Как было отмечено в начале главы, песни Шира прославляют Бога и освящают Его имя в этом мире. То, что Хискиягу не пел Шира, было очень характерно для его греха уклонения от Кедуш Хашем. Возможно, в Сан-Эдрин наши мудрецы имели в виду именно тот Медраж, который Раши процитировал из Ешиягу 9. Или же они подразумевали тот грех из Киягу, когда после всех чудес он по-прежнему боялся посланников Вавилонского царя и показал им все свои сокровища. Вторая книга царей 20. За это он был сурово наказан, о чем нему сообщил Ешиягу 2 царей 20 дробь тире 18. Тогда пришел пророк Ешиягу к царю Хискиягу и сказал ему, что сказали эти люди и откуда они пришли к тебе? Хискиягу ответил, они пришли из далекой страны из Вавилонии. Тогда он спросил, что они видели в твоем доме? И Хискиягу ответил, все, что в моем доме они увидели, нет ничего среди моих сокровищ, чтобы я не показал им. Ешиягу сказал Хискиягу, выслушай слово Господа. Вот приходят дни, когда все, что в твоем доме и что твои отцы скопили в хранилищах до сего дня, будет унесено в Вавилонию, ничего не останется Слова Господа. Твоих сыновей, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, они уведут, и те станут слугами во дворе царя Вавилонии. Конец цитаты. Можно спросить, почему Хискиягу был наказан так строго. Когда Хискиягу показывал послам бавилонского царя сокровища своего дворца, им двигало желание польстить и впечатлить их, чтобы они не напали на его страну. Этим Хискиягу снова совершил Хилул Хашем, поскольку испугался смертного человека и не стал уповать на Бога, хотя Бог явил ему множество чудес. Этот грех из той же категории, что и вынос храмового золота. В обоих случаях Хискиягу похулил Божье имя, вместо того, чтобы осветить его, а тем, что он перекрыл верхнее течение реки Гихон, он продемонстрировал нехватку доверия к Богу. Раши объяснил это так. Он должен был довериться Богу, который сказал, 2 царей 19 дробь 34, «Я защищу этот город, чтобы спасти его». Конец цитаты. Из всего сказанного ясно, как велик кедуш Хашем, как важен наш долг искоренять грех Хилул Хашем, и как велик грех еврейского народа, который забыл об этом, сложил руки и не обращает внимания на Хилул Хашем в своей земле. Более того, мы не просто не искореняем Хилул Хашем из земли Израиля, когда нам по силам это сделать, мы еще и стали соучастниками в нем. Нет никакого оправдания этому, и да поможет нам небо, нам придется заплатить такими страданиями и трагедиями, каких мы еще не видели, когда евреев притесняют и убивают, когда чужеземцы проклинают и поносят еврейский народ и землю Израиля, потому что мы отказываемся исполнить Божью заповедь, изгнать их, происходит чудовищный, непростительный Хилул Хашем. Каждая попытка отдать часть земли Израиля народам это также страшный Хилул Хашем, явление эллинизма, когда мы открыто заимствуем у народов их идеи и взгляды, такие как демократия и равенство евреев и неевреев, есть ничто иное, как Хилул Хашем. Во всех этих случаях Тора оказывается в поругании, а страну наводняют языческие мерзости. Даже в тех случаях, когда нееврейский закон соответствует еврейскому, евреям запрещено обращаться в нееврейский суд. Танхума Мишпатим 3. Цитата. Вот уставы, которые ты должен поставить перед ними. Шмот 21 дробь 1. Перед ними, а не перед неевреями. Откуда мы знаем, что даже когда еврейская страна в суде знает, что в ее случае нееврейский закон идентичен еврейскому закону, все равно запрещено рассматривать ее дело в нееврейском суде. Сказано, которые ты должен поставить перед ними, перед еврейскими судьями, а не перед нееврейскими судьями. Тот, кто отвергает еврейских судей ради нееврейских, сначала отверг существование Бога и затем существование Торы. Цитата. Их сильные, не как наш сильный, и наши судьи, не как судьи наших врагов. Дворим 32 дробь 31. Смотри также Танхума там же 6 и Гетин 88 Бет. Рамбам писал Хилхот Санедрин 26 дробь 7 Если кто-нибудь обращается к нееврейским судьям или в нееврейские суды, даже если их законы такие же, как и у Израиля, он по-прежнему Раша нечестивец, это то же самое, что проклясть, высмеять и атаковать Тору Моше нашего учителя. Конец цитаты. Аналогичное постановление находится и в Шулхан Рух Хошин Мешпад 26 дробь 1. Дело в том, что когда мы принимаем авторитет нееврея или его закона, будь он даже точь-в-точь как еврейский, мы совершаем хилул Хошем. В процитированном выше стихе Дворим 32 дробь 31 содержится ясный запрет подчиняться нееврейскому закону и нееврейскому правосудию. Раша комментирует Шмот 21 дробь 1. Когда мы ставим наших врагов судьями над собой, этим мы свидетельствуем о превосходстве того, чему они служат. Конец цитаты. Вот еще одно доказательство того, что нееврей не может быть судьей в Израиле, даже если он судит по закону Торы. Тора Шлема над Варим 32 31 цитирует Рабену Иосифа Бехор Шора. Наши мудрецы объяснили, перед ними, а не перед неевреями. Как Тора говорит дворим 17 дробь 15, ты должен поставить царя из среды твоих братьев, ты не можешь назначить иностранца, который не из твоих братьев. Также она предупреждает нас здесь о том, что мы не можем назначить нееврея судьей над Израилем. Конец цитаты. Если запрещено обращаться в нееврейские суды, даже в тех случаях, когда их законы полностью соответствуют еврейским, то насколько же большим богохульством является заимствование полностью нееврейских законов и концепций Танхума там же тоже относится и к законам народов, о которых сказано Ирмиягу 10.3 Законы народов пустота, а также Ехескель 20.25 Я также дал им уставы, которые не были хороши и постановления, которыми они не могли жить. Конец цитаты. Однако Израилю Бог дал добрые уставы и заповеди. Храните мои уставы и постановления, ибо только храня их, человек может истинно жить. Вайкра 18.5 Пока еврей хранит Божьи законы, он будет жить, но когда он перенимает чужую, нееврейскую культуру, о нем говорится, как о мертвом и потерянном для мира. Танхума там же. Если ты следуешь закону и не подчиняешься нееврейским судам, я построю тебе храм, и Сан-Эдрин будет проводить в нем заседание. Конец цитаты. Между тем, дело обстоит еще хуже, когда к духовному загрязнению приводит страх перед неевреями, страх того, что они скажут и сделают, так, что евреи отвергают своего небесного отца и следуют за смертным человеком, тогда нет большего Хилул Гошем. Горе нам, продавшим нашу славу Эсаву, пожирающему Израиль, горе нам, превратившим апофеоз божественной силы, еврейское государство, данное нам по милости и доброте Бога, несмотря на наши греки, страшный сон, адский ночной кошмар, да поможет нам небо.